Один из самых авторитетных воров в законе Белоруссии, Александр Кушнеров, известный в криминальном мире по прозвищу Кушнер Гумельский, родился 29 июля 1966 года. Его карьерный рост начался с середины 90-х, однако уже в 18 лет он оказался за решеткой на долгие 8 лет за кражей умышленное уничтожение чужого имущества. В лихие 90-е Кушнер примкнул к преступной группировке Сергея Морозова, которая держала в страхе весь Гумель. За счет дани, которую они брали с местных коммерсантов группировка собрала большое состояние, позволившее им уйти в организацию легального бизнеса, однако от преступной деятельности они отказываться не собирались. Методы группировки были крайне жестокими, по официальным данным они лишили жизни по меньшей мере 15 коммерсантов, отказавшихся платить дань. В январе 1996 года Кушнеров оказался на скамье подсудимых. Ему было выдвинуто обвинение по четырем статьям УКБ СССР, изначально он был приговорен к высшей мере наказания, в отличие от России, Белоруссия мораторий на это не ввела. Однако потом наказание смягчили до 15 лет колонии. Но даже этот срок он не отсидел полностью, освободившись в 2008 году по амнистии. К моменту освобождения из тюрьмы, группировка Морозова прекратила свое существование, как и не стало самого ее лидера. Но положение Кушнерова от этого падать не стало, более того, во время отбывания своего наказания он познакомился со многими криминальными авторитетами, в том числе с Василием Христофоровым, Вася Воскрес. Именно он рассказал о Кушнерове самому деду Хасану и дал свое согласие на коронацию. Вором в законе Кушнер стал в мае 2011 года на сходке в Москве. На ней присутствовали многие авторитетные законники, в том числе дед Хасан, Владимир Зятьков, Мирон и многие другие. После коронации Кушнеру Гумельскому доверили ведение борьбы за влияние во всей Белоруссии. Его главными противниками были Тимоха и Галей, являющиеся сторонниками клана Тариэла Аняни. Дела Кушнерова в Белоруссии развивались хорошо, он смог убрать многих конкурентов, однако более скорому развитию событий помешали ряд задержаний и арестов. В ноябре 2012 года его задержали в Москве, после чего он пробыл в СИЗО до июля 2013 года. В декабре 2015 года он был задержан в Минске, а в июле 2017 года в Сочи, причем на этот раз причиной стало незаконное пересечение границы, за что его депортировали в Турцию. На данный момент он пытается вести оставшиеся дела в Белоруссии дистанционно, однако на сегодняшний день у него появилось много серьезных конкурентов.